МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В истории слов не выкинуть в Люберцах 30 октября почтили тех, кто подвергся репрессиям. Прогресс в ЖК Заречи. Как справляется с обязательствами по строительству? Новый застройщик, глава округа, проверил. Работа на предупреждение. Энергетики провели учение на подстанции. Как справились? ЧП расскажем. Детская площадка сама собой напрашивается, считают жильцы 18-го дома по улице электрификации, что же мешает планам. И ставка на бокс в Люберцах откроет специализированную школу. Теперь обо всем подробнее. 1600 обращений граждан в полицию и 43 выезда пожарных по сигналу тревоги. Что еще произошло в округе на минувшей неделе? Об этом рассказали руководители структурных подразделений на еженедельном оперативном совещании. 65 уголовных дел, из которых 46 раскрыты по горячим следам. Всего 1600 обращений граждан. Такое выдалась минувшая неделя для люберецких правоохранителей. Было одно разбойное падение в деревне Томилино на улице Правды. Возле дома 178 туда пригласили перевозчиков товара. Они подъехали, на них напали, отобрали деньги, людей задержали. То есть проводится следственная проверка. В штатном режиме работали люберецкие огнеборцы. 43 выезда по сигналу тревоги и ликвидация двух пожаров. Один из них произошел в Томилине на улице Гаршина. Никто не пострадал. Стабильной и спокойной выдалась прошлая неделя и для сотрудников сферы ЖКХ. В плановом режиме велись работы по капитальному ремонту домов и программе «Мой подъезд». За прошедшую неделю выполнена работа в 63 подъездах. На сегодняшний день выполнен ремонт 1069 подъездов из 1329. Это 84% от установленного плана. В работе сейчас находится 86 подъездов из 260 оставшихся. Кроме того, в округе ежедневно чистили проезжую части и тротуары от мусора и смёта. Для этих целей задействовали 75 единиц спецтехники и 174 рабочих. Вывезли 120 кубометров опавшей листвы. На улице Шевляково в районе Дойму-7 завершена работа по строительству пешеходного перехода. По программе строительства тротуаров остался один объект к детскому саду «Львёнок». На этой неделе работы будут завершены. Подрядными организациями за прошедшую неделю проведен ямочный ремонт 27 ям. Общей площадью 105 метров квадратных. Также на совещании стало известно, что на проспекте Победы завершаются работы по благоустройству. Проект выполнен на 90%. Анна Троян, Петр Пономаренко и Валерий Абсалямов. Телеканал ЛРТ. Ещё несколько месяцев ожидания и в микрорайоне самолёт откроется новый детский сад. Ход текущих работ проверили глава округа Владимир Ужицкий и министр комплексного развития и жилищной политики Подмосковья Инна Федотова. В детсад на улице Камова отправилась и наш корреспондент Мария Антонова. Пока в самолёте всего один детский сад. Открытие второго жители микрорайона ждут с нетерпением. Садик на Камово вместит 280 детей, а это 12 групп. В каждое 25 до 35 человек. Пищеблок, спортзал, спальня и даже бассейн. Новый садик оснащён всем необходимым. Детский садик по сути готов. Он готов на 100%. Осталось дело за малым. Оформить документы. Переговорили со строителями. Они все документы сдали в Минстрою. Они должны получить на следующей неделе. Ну а дальше разрешение на ввод. Или строитель называет это РВ. Поэтому садик готов. Надо было после РВ получить лицензию. Поэтому я надеюсь, что к концу года мы должны садик ввести в эксплуатацию. К сдаче готовы 3600 квадратных метров здания. Строительство велось с апреля прошлого года. Сейчас же осталась только уборка и подготовка к встрече с детьми. В числе 280 ребят в садик готовы принять маломобильных малышей. У нас 4 группы. Две на втором этаже и две на третьем этаже для детей с маломобильными возможностями. У нас предусмотрены все мероприятия по подъему. Это лифт специальный для этих детей маломобильных. Также санузлы. И еще предусмотрено посещение взрослых инвалидов. В целом при строительстве детского сада применяли яркие цвета. Их здесь более десяти. И необычные формы. Начиная от фигурных оконных рам до сказочных персонажей на игровых площадках. Теперь же со всей красотой этого сада осталось познакомиться лишь его будущим воспитанникам. Мария Антонова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Ученики более 20 школ округа собрались на городском этапе областного творческого конкурса по безопасности дорожного движения. С помощью танцев, песен, этюдов и видеоклипов они рассказывали сверстникам о правилах поведения на улицах. К подготовке юные участники подошли очень ответственно и серьезно, потому как зачастую на кону человеческая жизнь. Александра Томей о том, как это было. Шестиклассник Захар Якуба вот уже второй год ходит в школу самостоятельно. Идти минут 20. Приходится переходить не один перекресток. Казалось бы, есть соблазн сэкономить время и перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора. Но только не для Захара. Я даже стараюсь не переходить. Даже некоторые, я жду, да. Вижу там некоторые люди стоят, допустим, ну стоят. А некоторые бегут прям на зеленый, бегут прям на красный свет. Потому что, а я говорю про себя, ну, такие люди куда-то спешат. Но я тоже спешу. Но я же соблюдаю правила. Показать свои знания правил дорожного движения в 27-ю школу приехали ребята со всего Люберецкого округа. Более 200 участников показали свои творческие проекты по теме профилактики детского дорожного травматизма. Сегодня проводится городской этап марафона творческих программ, который направлен на формирование у детей и подростков правильного поведения на улицах и дорогах нашего города. Правила дорожного движения не только нужно изучать, но это еще и интересно. Сделать выступления интересными ребятам удалось. Подготовились основательно. Реквизит в виде автомобилей, светофоров и дорожных знаков, смонтированные видеоклипы, продуманная программа. Но главное – хорошее настроение юных инспекторов движения. Юрид – это сила, юрид – это помощь! Должим и ребятам идете помочь! Напомню, с 22 октября по 11 ноября в Московской области проходит акция «Осенние каникулы». Детям расскажут, как вести себя в большом жилом массиве, как переходить дорогу, как вести себя в общественном и личном транспорте. Александр Томей, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. 30 эпизодов угона автомобилей раскрыли Люберецкие полицейские с начала года. Три квалифицированные преступные группы обезврежены. Все же жители обеспокоены, как сберечь машину от угона. О правилах безопасности и секретах, которые могут помочь автовладельцам, нам рассказал начальник Люберецкой госавтоинспекции. Минуты или даже секунды требуются опытным взломщикам, чтобы ваш автомобиль без вашего ведома отправился в путешествие в другие регионы на рынок или соседний район на разборку. Движение отточено, техника на грани фантастики. По камерам видно, человек подходит, через 15 секунд машина трогается. Современные сканеры, современные электронные устройства позволяют это делать достаточно быстро. Технологии, которые используют злоумышленники, не стоят на месте. Стоит только новому охранному средству выйти на рынок, как взломщики уже приспособились и к нему. Это касается в первую очередь организованных преступных групп. Если преступник решил украсть вашу машину, штатная сигнализация вам точно не поможет. Настоятельно рекомендую ставить все спутниковые виды сигнализации. В том числе есть очень хитрые варианты с активацией. То есть, когда стоит трекер, который в спящем режиме, эта машина после угона активируется через оператора, трекер включается и видно, где машина находится. Но даже спутниковая сигнализация не даёт стопроцентной гарантии сохранности вашего автомобиля. Хотя и отпугнёт тех, кто решил просто покататься, подростков и выпивших хулиганов. Куда более надёжный способ – пользоваться услугами платной охраняемой стоянки. В любом случае, ради безопасности такого дорогого имущества, как автомобиль, потратиться придётся. Павел Маликов получил чемпионский титул Евразийской Федерации профессионального бокса. Победоносным для него стал международный турнир «Люберце номер один». В родном городе он одержал победу над филиппинцем Эрни Санчесом. Бой увлёк даже нашего корреспондента Дарью Борисову. 18 боксёров и полторы тысячи зрителей. На один вечер городской округ стал центром международного бокса. География турнира «Люберце номер один» широка. На ринг Дворца спорта «Триумф» вышли спортсмены из Армении, Грузии, Мексики, Филиппин и России. Сейчас мы подошли уже к боям тех боксёров, у кого больше и более 10 профессиональных боёв. У них уже такая весомая карьера. Они приближаются к титульным боям. Сегодня очень масштабное мероприятие и для Московской области, и для Москвы, и для вообще всего Центрального федерального округа, и для России в том числе. Восемь боёв, как разминка перед главной схваткой вечера. На кону чемпионский пояс Евразийской Федерации профессионального бокса. В углах ринга легковесы, филиппинец Эндрис Санчес и люберчанин Павел Маликов. Свою весовую категорию они подтвердили на официальном взвешивании накануне боя. На ринге триумфа Павел Маликов провёл свой юбилейный 15-й профессиональный бой. Эрни Санчес 33-й. Претендентам на чемпионский титул предстояло провести 10 раундов по 3 минуты. Титульный бой прошёл молниеносно. Уже во втором раунде Павел Маликов после серии мощных ударов отправил соперника в нокаут. Эта победа принесла боксёру пояс Евразийской Федерации профессионального бокса и сделала люберчанина на один шаг ближе к бою за титул чемпиона мира. Память жертв политических репрессий почтили в Люберцах 30 октября. Эту дату в качестве Дня памяти утвердили в 1991 году. По традиции митинг состоялся у мемориала, на месте которого в советские годы находилось здание НКВД. К нему пришли родные и близкие, невинно пострадавших представители власти и общественных организаций. Анна Троян расскажет о мероприятии подробнее. 349. Именно столько человек сегодня состоит в местном обществе жертв политических репрессий. В основном это дети и родные тех, кто не вернулся из сталинских застенков. Галина Бухтаярова ежегодно приходит к мемориалу, чтобы почтить память своего отца. Он был арестован за анекдот в 1937 году и два года он провел в Елецкой тюрьме. Я уверена, что это никогда не повторится и делать даже ничего не надо. Как-то изменилась атмосфера кругом и все мы по-другому теперь мыслим, думаем и живем. И сегодня у них действительно другая жизнь. Жизнь, где лишь в воспоминаниях остались те страшные страницы истории. Когда без причины и беспрекословно убивали ни в чем не повинных людей. Мы не забыты, что мы не те, которые мы были в детстве. Сегодня мы дети репрессированных собрались отдать дань памяти нашим родным, отцам, матерям, родственникам. Митинг на Октябрьском проспекте проводят не случайно. На месте главпочтампа в сталинское время находилось здание НКВД. В 2010-м установили мемориал, где на камне символично высечены следы от пуль. Традиционно к тем, кто имеет прямое отношение к памятной дате. 30 октября присоединяются общественные деятели, молодежи и представители власти. Сегодня я хотел бы пожелать всем, кто здесь собрался, всем, чьи близкие ушли, безвинно по сути, с добра, здоровья, благополучия. Берегите себя и вечная память, кого сегодня нет, кто не дожил до сегодняшнего дня. В завершении встречи служители храма совершили литию по невинно убитым жертвам. После этого участники возложили к памятнику цветы. Памятные атрибуты, воспоминания юности и даже анекдоты от вождя мирового пролетариата. Все это элементы большого праздника тех, кто когда-то был в рядах комсомола. Самая крупная молодежная организация Советского Союза отметила свой 100-летний юбилей. На торжестве побывали мои коллеги. Стройки, колхозы, помощь пожилым, воспитание пионеров и большое чувство сопричастности всему, что происходит вокруг. Все это о молодости Галины Черепонюк. Пионерия и комсомола определили ее дорогу в жизни. Я была членом Совета дружины, потом членом Совета комсомола, то есть комитета комсомола школы. Ну и, конечно, потом постепенно школа переросла в вожатскую деятельность. То есть с 79-го года, 18-летней девочкой я начала работать в 11-й школе. Для нас это тоже была такая своеобразная, достаточно большая жизнь. И путевка в жизнь нам пионерия комсомола давала. Организация перестала существовать с распадом СССР, но ее бывшие участники до сих пор вспоминают свою комсомольскую юность с ностальгией. Более того, опыт всесоюзного движения востребован и сегодня. Комсомол – это была величайшая молодежная организация. И, честно говоря, мы большой опыт взяли у этой организации в рамках нашей работы с молодежью. Комсомол – это школа. Вы видите, сколько замечательных людей прошли эти школы, стали достойными руководителями. Комсомольскую школу прошел и руководитель администрации Люберецкого округа. Владимир Ужицкий с теплотой вспоминает молодые годы, но и сегодня для него бывшие комсомольцы – люди чести. Я помню, я призвался в вооруженные силы и спорим с парнями. И мне говорят, да ты врешь. Я говорю, честный комсомольский. Честный комсомольский – это 100% человек говорит правду. Столетие организации прошло в теплой семейной обстановке. Все участники получили памятные значки. А самым достойным Владимир Ужицкий вручил почетные грамоты. Три выходных дня порадуют россиян в самом начале ноября. К традиционным субботе и воскресенью добавится еще и понедельник – дополнительный выходной по случаю празднования Дня народного единства. Эту дату, напомню, страна отмечает 4 ноября. Для центральной пригородной пассажирской компании это стало поводом временно изменить график движения электричек. 3 и 4 ноября в Московской области пригородные поезда будут ходить по расписанию субботы, а 5 ноября – по графику воскресенья. Эти изменения внесены для удобства жителей региона. В выходные дни электрички курсируют равномерно в течение всего дня, в отличие от будней, когда чаще всего пригородные поезда курсируют в часы пик. Расписание составлено так, чтобы жители Подмосковья без лишних ожиданий могли добраться до пункта назначения в любой удобный для себя час. В центральной пригородной пассажирской компании отмечают, что благодаря внесенным изменениям путешествовать на электричках будет удобно людям с разными планами на праздничные дни. И тем, кто планирует рано уехать на дачу, и тем, кто собирается прогуляться по вечерней Москве. Дарья Борисова, телеканал ЛРТ 300 учеников 28-й школы приняли участие в квесте на знание правил дорожного движения. 8 пунктов с разнообразными испытаниями стали для ребят не только своеобразным экзаменом, но и веселым праздником. Вместе с ребятами правила безопасности повторяла и наш корреспондент Александр Томей. Осень – особенная пора в профилактике детского дорожного травматизма. После беззаботного лета, дальних поездок и каникул в деревне, ребятам иногда заново приходится учить правила поведения на дороге. В 28-й школе решили проверить, как они усвоены с помощью квеста. Круглый знак, ровнём, окошка, не спешите к гречам, а подумайте немножко. Что здесь, свалка кирпича? Нет. Нет. Простроить запрещен. Правильно. Почему это квест? Потому что квест сейчас является самым интересным новым средством работы с детьми. В квесте собраны различные мероприятия, как интеллектуальные, так и познавательные, так и работа над физическим состоянием ребёнка. То есть, кроме того, что он знает, разукрашивает знаки, он ещё является и участником дорожного движения. Дети полноправные участники движения. Катаясь на велосипеде, самокате, прогуливаясь пешком или путешествуя в автокресле родительской машины, они должны быть вооружены знаниями правил безопасности. Но просто знать мало. Надо соблюдать правила дорожного движения. Если я побегу, то меня может задавить машина, торопиться, не торопиться, неважно. Всё равно надо соблюдать правила дорожного движения. Различать запрещающие и разрешающие дорожные знаки, узнавать их на дороге, уметь маневрировать на самокате и правильно переходить дорогу – основные навыки, которые ученики 28-й школы приобрели во время квеста. Александра Томи, Алексей Коняхин, телеканал ЛРТ Более ста обманутых дольщиков жилого комплекса «Заречье» обрели надежду на получение своих квартир. Застройка началась ещё в 2012 году, а затем на несколько лет вообще прекратилась. С появлением нового застройщика ситуация стала намного оптимистичнее. На каком этапе работы сейчас, проверил Владимир Ружицкий. Три трёхэтажных дома с разной в процентном соотношении готовностью обрели вторую жизнь. Новый застройщик компании «Ареал» доделывает работу на территории жилого комплекса «Заречье» за своим недобросовестным предшественником. Весь три дома. Один дом, по сути, пришлось снести, потому что он по технологии неправильно был заложен. Качество низкое. И если бы дальше что-то обстроить, это угроза для жизни. Поэтому данный вопрос, он и на контроле, и мы ставим задачу, и по крайней мере сегодня у нас строительное управление достаточно жестко эти вопросы контролирует, завершить до конца года. В этих домах 103 квартиры. Ключи владельцам планируют отдать в начале декабря для проведения отделочных работ. На данный момент решены все вопросы по инженерным коммуникациям. Идёт подводка сейчас водоснабжения, канализования, электричество тоже внутренней работы приступили. По теплу разводка сделана. Но, получается, до следующего года, лета, отопление будет осуществляться от мобильного источника теплоснабжения. Почему? Потому что на противоположной стороне Быковского шоссе будет построена новая котельная, с учётом потребностей вот этих трёх жилых домов. Помимо основной задачи – строительство домов и их последующей сдачи. Застройщик заботится и о придомовой территории. Так, в этом году сделают её планировку, а весной следующего года разместят малые архитектурные композиции и детские площадки. Мария Антонова, Алексей Курский, телеканал ЛРТ. Расширение вылетных магистралей и благоустройство прилегающих к ним территорий. Такие задачи ставит перед собой администрация городского округа. Совместно с правовым управлением её специалисты проводят проверку объектов придорожного сервиса и выявляют незаконные постройки, которые подлежат сносу. Принудительный демонтаж торговых павильонов начался на Егорьевском шоссе. Попить кофе и купить цветы. Ещё недавно торговый ряд на въезде в Малаховку приглашал за покупками. Теперь на дверях павильона не увидишь вывеску «У нас открыто». Его последние посетители – водители спецтехники. По решению суда постройка была признана незаконной. Много строений было построено, поставлено на не очень законных основаниях. Сейчас пришло время с этим разбираться. Поэтому ведёт комплексное мероприятие по выявлению таких объектов, наведению порядка, внешнего вида, благоустройства, расширения дороги, парковочных мест. Это плановая работа. Один за другим проверку проходят все объекты придорожного сервиса. Если с документами порядок, постройка продолжает крепко держаться на своём фундаменте. Если нет, её владельца ждут судебные разбирательства. Именно суд принимает решение стоять в торговой точке на Люберецкой земле или не стоять. Павильона на въезде в Малаховку он лишил права на существование. На сборы арендаторам помещений было дано пять дней. В связи с тем, что здесь нет таких больших материальных ценностей, которые требуют каких-то глобальных переезда, перевозок. Здесь столы, стулья, какие-то небольшие холодильные оборудования. Пять дней было достаточно того, чтобы освободить данное помещение. Тем не менее, собирать вещи многим арендаторам пришлось в окружении спецтехники. Как пояснил Александр Семёнов, собственник помещения вёл их в заблуждение, убедив в том, что снос не состоится. Арендаторы стали заложниками ситуации. Они все законопослушные, они по договорам ведут свои деятельности. Это малый и средний бизнес. И задача не уничтожать его, а, естественно, как-то помогать. Если объект незаконен, если есть решение суда, то администрация обязана выполнить решение суда. Иначе наши действия признают бездействием, и мы уже будем нести ответственность. Арендаторам павильонов на Егоревском шоссе придётся подыскать новые места для торговли. А вот собственнику помещения возместить администрации средства, потраченные на демонтаж. Добровольно снести незаконно построенный объект придорожного сервиса он отказался. Дарья Борисова, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Люберцах прошла конференция местного отделения партии «Единая Россия». Это ежегодное мероприятие, на котором встречаются представители администрации, депутаты, общественники, бизнесмены и активные жители округа. В этом году встречу посетила и секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Лидия Антонова. Какие вопросы были на повестке дня, знает наш корреспондент. Прошедшие выборы президента Российской Федерации и выборы губернатора Подмосковья – два важных и масштабных события уходящего года. Подведение итогов работы – этот вопрос стал первым на повестке дня для единороссов. В течение года еженедельный прием граждан проводили представители разных управлений администрации городского округа, социальной защиты, а также наши юристы с привлечениями юристов таможенной академии. За текущий год в приемную Люберецкого местного отделения партии «Единая Россия» обратилось более 100 жителей. Из них 63 человека нуждались в юридической консультации. Глава округа отметил, что основные темы, волнующие население – это тема ЖКХ, здравоохранения и работа органов внутренних дел. Также в рамках конференции большое внимание уделили и обсуждению внутрипартийной работы. Понимаете, что идет постоянная смена, идет постоянное пополнение. Если в том году было у нас 2600 чем-то человек, насчитывала наша партийная организация, то в этом году уже 3233 человека. Это больше, чем 500 человек пополнили ряды за один такой период небольшой. Совсем скоро Люберецким единороссам предстоит участие в областной конференции. От местного отделения партии на голосовании выдвинуто 162 делегата. Это 136 человек от первичных отделений, 20 членов полицовета и 5 членов контрольной комиссии. Областная конференция партии «Единая Россия» состоится 8 ноября. Люберецкая автошкола ДОСААФ подготовит военных водителей для Вооруженных сил России. За один учебный год права категории «С» здесь получат 59 молодых людей призывного возраста. 32 из них уже приступили к обучению. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, желаю, товарищи! Прежде чем пополнить ряды солдат российской армии, на полгода эти молодые люди сядут за парты Люберецкой автошколы ДОСААФ. Четыре дня в неделю её специалисты будут обучать будущих призывников основам вождения грузовых автомобилей. Кроме того, молодым людям объяснят тонкости техобслуживания транспорта. Также они начнут осваивать военные дисциплины. Занятия по физической, строевой, по специальности здесь проводятся. Ну, коротко занятия по оружию массового поражения и так далее. Но в данный момент программа по военным специальностям на несколько сжато сокращена. Раньше было, конечно, побольше занимались. А сейчас они это всё догоняют по прибытию в армию. В ряды Вооружённых сил первый взвод воспитанников автошколы будет призван весной. Год службы в армии в качестве водителя для них станет подтверждением стажа для открытия категории «Д» и «Е». В январе учёбу в автошколе ДОСААФ начнут ещё 27 будущих призывников. Дарья Борисова, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. 16 тысяч люберчан остались без света после аварии на подстанции в Некрасовке. Такова легенда учений, которые прошли на территории округа в первый день ноября. Цель – отработать алгоритм действий при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Как всё прошло, видела Дарья Борисова. Автомобили аварийных служб и люди в спецодежде привлекали внимание жителей улицы Попова в четверг утром. Впрочем, переживать было не о чем. Суета во дворе многоквартирного дома оказалась тренировкой для специалистов энергоснабжающих организаций. По её условиям энергетикам предстояло ликвидировать последствия масштабной аварии, которая обесточила здания северной части Люберец поселений Машковы и Тамилина, в том числе детские сады и школы. У нас чрезвычайная ситуация. Подстанция 500 вышла из строя. 1126 домов осталось без источников питания. 16 384 человека попали под отключение. По условиям учений после шквала звонков ЕДДС в администрации округа созван штаб по чрезвычайным ситуациям. После обсуждения деталей и масштабов происшествия принято решение задействовать ресурсы организаций сразу нескольких районов Московской области. Для восстановления соотнабжения жизненно важных объектов необходимо дополнительно 14 передвижных электростанций. Задействованы две электростанции городских. Городских – это водоканал Люберецкий, теплосеть. Также три передвижных электростанции Мособлэнерго – это Дзержинский, Раменский. И восемь электростанций ПАО МАЭСК. На ликвидацию подобных аварий энергетикам отводится три часа. Такие масштабные репетиции на территории городского округа проводятся ежегодно в преддверии зимнего периода. Дарья Борисова, Алексей Курский, телеканал ЛРТ. Вместо детской площадки – стихийная парковка. Жители дома номер 18 по улице электрификации просят благоустроить их двор. Последний год они не раз обращались в разные инстанции с просьбой о помощи. О причине своих волнений они рассказали и нашей съемочной группе. В прошедшем времени Галина Кузьмина рассказывает о зоне отдыха, которая еще пару лет назад собирала по вечерам разные поколения жителей дома номер 18. Сейчас вместо цветников, детских каруселей и лавочек – пустырь. Единственный арт-объект – лужи. Такой пейзаж по душе кажется только автовладельцам, которые устроили на придомовой территории стихийную парковку. Это чужие машины раскатали, бордюрный камень положили в плашмя, забор украли. И вообще вот стало… ну мы живем в какой-то зоне отчуждения. Придомовая территория стала превращаться в заброшенный пустырь в 2016 году. Местные жители вспоминают. Тогда на площадку упало несколько старых тополей. Коммунальщики поваленные деревья вывезли, но и детская площадка была демонтирована. Дом номер 18 не может похвастаться развитой инфраструктурой. Перед его подъездами хватило места только на парковку и проезжую часть. Площадка с торца здания была единственным местом, где могли занять себя дети разных возрастов. Сейчас к их услугам только скромная площадка соседнего дома. У нас в стране хорошо очень говорят для детей, во имя детей. Ну сделайте для детей. Где же детишкам играть? Ничего не делается. Вынуждены уже. Мы уже готовы были не то что к Воробьёву, а к Путину обращаться. До приёмной главы государства инициативная группа жителей дома номер 18 пока не добралась. А вот руководитель уже у номер 4 и представителям администрации они регулярно пишут письма. В них просят немногого. Восстановить детскую площадку и опилить старые больные тополя, которые теперь то и дело норовят завалиться на балконы местных жителей. Но как нам пояснили в местном управлении благоустройства, сообщения поступают и от соседей Галины Кузьминой, которые уверены, в их дворе всё в порядке. А дополнительная парковка у подъезда – объект гораздо более востребованный, чем детские карусели. Прежде чем в следующий раз обратиться в администрацию, собственникам квартир дома номер 18, согласно закону, нужно провести общедомовое собрание и проголосовать, каким они хотят видеть свой двор. От его результатов и будет зависеть, чему быть на придомовой территории – стоянке или площадке. Дарья Борисова, Алексей Курский, телеканал ЛРТ. Люберецкие полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении. По версии правоохранителей, двое мужчин отобрали 120 тысяч рублей у водителя, который привёз им заказанную бытовую технику в посёлок Чкалово. Во время разгрузки подозреваемые напали и нанесли телесные повреждения. Пострадавший впал в кому и, к сожалению, от полученных ранений скончался. Подробности дела у Марии Кузьмичевой. В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленников задержали в автомобиле на Горьковском шоссе. В ходе их личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли часть похищенных денежных средств – 50 тысяч рублей. По данному факту, Следственное управление возбудило уголовное дело по статье 162 Уголовного кодекса «Разбой». Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Изначально в отношении правонарушителей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражем, но в результате смерти потерпевшего дело переквалифицировано и передано в Следственный комитет. Мария Кузьмичева, Анна Троян, телеканал ЛРТ. В ноябре сотрудники госавтоинспекции проведут сразу два оперативно-профилактических мероприятия – «Нетрезвый водитель» и «Детское кресло». Рейды пройдут по всему Люберецкому округу. Ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях тяжкие телесные повреждения получают порядка тысячи детей разных возрастов. И зачастую родители пренебрегают правилами перевозки маленьких пассажиров, создавая дополнительную угрозу жизни и здоровью ребенка. В целях снижения дорожно-транспортного травматизма сотрудники госавтоинспекции проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло». Рейд пройдет по всему округу с 1 ноября. А в целях выявления водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, в округе пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Рейд продлится со 2 по 23 ноября. Напомним, ответственность за нарушение требований перевозки детей влечет наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей. Ответственность за управление автомобилем в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет. При повторном нарушении суммы штрафа возрастет до 50 тысяч рублей, а срок лишения права управления составит три года. Мария Кузьмичева, телеканал ЛРТ. В Люберцах прошла встреча боксера Павла Маликова, вице-президента Федерации бокса Подмосковья Алексея Титова, президента Евразийской Федерации профессионального бокса Михаила Денисова и главы городского округа Владимира Ружицкого. Говорили о развитии в округе профессионального бокса и в частности обсудили перспективы проведения мастер-классов с именитыми спортсменами и будущие масштабные соревнования. Уверенная победа над боксером из Филиппин Эрнис Санчесом и титул Евразийн Боксинг Парламент. Теперь у люберецкого боксера Павла Маликова в арсенале на одну победу больше. Сейчас у спортсмена перерыв в тренировках, впереди у него серьезный бой за титул чемпиона мира по боксу. Можно Павла вести и сделать его чемпионом мира уже даже через год, защищая данный титул. И я думал по датам, какие бы могли в следующем году пройти в Люберцах. И у меня нарисовались три очень замечательные даты. 23 февраля – День защитника Отечества, 9 мая – День победы и 8-9 сентября – это День города Люберц. Имя соперника Павла Маликова еще точно не определено, но известны предполагаемые претенденты. Это Федор Папазов и Айк Шахназарян. И потенциально бой Паши, что с Папазовым, что с Айк Назаряным – это просто бомба для российского бокса. Если это пройдет здесь, это будет невероятно. Причем с любым из них мы сможем взять и мировой титул вместе с Евразиян Боксинг Парламент и уже выполнить ту установку, которую нам сегодня дал глава. Помимо планов на ближайшие турниры, Московская областная федерация бокса предложила проведение мастер-классов и создание школы этого вида спорта на территории округа. А президент Евразийской Федерации профессионального бокса Михаил Денисов выступил с инициативой провести в Люберцах кубок мэра городов России. У нас в Евразийской Федерации профессионального бокса есть команда академики бокса, которую мы собрали, и мы играем то в футбол, то в хоккей. То есть, может быть, под спорьем. И когда условно в каком-то регионе проходит кубок мэра, мы можем с командой приезжать и в рамках этого турнира играть в футбол, определенная благотворительная составляющая. Завершилась встреча приятным сюрпризом. За вклад в развитие бокса Владимир Ужицкий и Павел Маликов были награждены именными значками Евразийской Федерации профессионального бокса. Подарок к 80-летию. На территории 56-й гимназии завершено строительство современной спортивной площадки. Наш корреспондент Мария Кузьмичева уже оценила и тренажеры, и зону для воркаута, и уровень своей физической подготовки. Ей слово. Заниматься на свежем воздухе не только полезнее, но и приятнее, чем даже в оборудованном спортивном зале. И школьники 56-й гимназии уже могут заниматься спортом на свежем воздухе. Буквально пару месяцев назад глава округа Владимир Ужицкий проверял ход строительных работ здесь. И кроме как вот такой земли, здесь ровным счетом ничего не было. А сейчас эта территория полностью приспособлена для занятий школьников. Футбольное поле, универсальная площадка для баскетбола и волейбола, зона воркаута и крытая тренажерная зона. Работы продолжались в течение трех месяцев. Работу выполняла компания ООО «Мэр». Мы очень рады сегодня отпраздновать это. Такое замечательное событие. Стоимость новой спортивной площадки 8 миллионов 600 тысяч рублей. Большая часть средств из муниципального бюджета. Такой подарок на юбилей гимназии сделала администрация. Напомню, в декабре этого года она отпразднует свое 80-летие. Давайте учиться по-настоящему. Радуйте своих родителей, не огорчайте педагогов. Всем, ребята, здоровья. И как можно больше проводите времени на спортивных площадках. Кроме того, что ребята будут заниматься физкультурой на этой территории, для школьников всего Подмосковья здесь будут проводить многочисленные соревнования по разным видам спорта. Мария Кузьмичева и Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. А в завершении о заветных желаниях и надеждах на их исполнение. С 1 декабря уже можно будет отправлять письма Деду Морозу. Такой подарок для жителей Подмосковья подготовили в рамках праздничной акции. А вот куда конкретно отправлять письма о своих мечтах, выяснила Анна Троян. Почта Деда Мороза традиционно установит специальные ящики в 15 почтовых отделениях региона. Оттуда письма с открытками, пожеланиями и поздравлениями будут отправлять ежедневно в главную резиденцию Дедушки Мороза. Свой ответ волшебник пришлет только в том случае, если обратный адрес отправителя будет указан правильно. Для отправки письма необходимо верно заполнить адресные строки на конверте и наклеить марку. Место жительства Деда Мороза – Великий Устюг. Сейчас его адрес вы видите на экране. В Люберцах письмо с желаниями можно отправить с 1 декабря с главного почтампа по адресу Октябрьский проспект 211. Анна Троян, телеканал ЛРТ Ну что ж, таковы главные события этой уходящей недели по версии службы информации телеканала ЛРТ. На этом я с вами прощаюсь. Всем насыщенных выходных и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин